ПЕРМИ ПЕРМИ В нашей семье дошло до того, что дядя требовал кота Мурыча на съедение чуть ли не каждый день. Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Мурыча на ключ в маленькой комнате. Жил нас еще попугай Жак. В хорошие времена Жаконя наш пел, разговаривал, а тут с голоду весь облез и притих. Немного подсолнечных семечек, которые мы выменили на папина ружье, скоро кончились, и Жак наш был обречен. Кот Мурыч тоже еле бродил, шерсть вылезала к локами, когти не убирались, перестал даже мяукать, выпрашивая еду. Однажды Мурыч ухитрился залезть в клетку к Жаконе. В иное время случилась бы драма, а вот что увидели мы, вернувшись домой. Птица и кот в холодной комнате спали, прожавшись друг к другу. На дядю это так подействовало, что он перестал на кота покушаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова